Я желаю вам неиссякаемой энергии, желаю вам, чтобы в глазах наших ребят не было безразличия. Встреча руководителей школы детских садов с главами города перед началом учебного года не только повод сказать слова благодарности и поддержки, но и обсудить важные моменты предстоящего учебного процесса. Уже завтра в Мурманске за партой сядут 30 тысяч школьников, в том числе 3 тысячи первоклассников. От комфорта организации обучения во многом зависят успех и лучшие результаты. Это один из важнейших вопросов и командный труд. Как будет происходить учебный сезон, какие нововведения, как будет происходить развитие. Вы знаете, у нас очень большое было преобразование по программе «Автекскул». Очень много было сделано. Работа над созданием лучших условий для юных мурманчан шла все лето. Во многих школах и детских садах появились новые теплые окна, интеллектуальные системы отопления. Благодаря программе «Арктик Сколс» удалось создать современные привлекательные учебные пространства. Например, в 8-й мурманской гимназии появился яркий, отлично оборудованный кабинет биологии. В 56-й школе создали комфортный класс для ребят с особенностями развития. Все наши образовательные учреждения готовы к началу нового учебного года. 49 школ, 68 садиков. Мы создавали новые образовательные пространства, ремонтировали спортивные залы, обустраивали новые классы для детей. Например, в трех учебных заведениях 1 сентября открываются три новых первых класса. Это исключительно потому, что люди просят, чтобы первых классов становилось больше. Комфортные условия, тепло – все это помогает не только ребятам учиться, но и их наставникам работать. А педагоги в Мурманске, по словам Юрия Сердечкина, это профессиональная команда, способная достигать лучших результатов. И лучшее доказательство тому – успехи учеников. Приятным моментом на встрече стало награждение лучших руководителей образовательных организаций и теплые пожелания к предстоящему учебному году. Енина Морозова, Руслан Мавлютов, ТВ21+.